не надо предупреждать то есть положили в карман как бы записали сняли аудиозапись подписали о чем беседа в папочку эту беседу положили пусть лежит я вот всех своих менеджеров приучаю внешне любые внешние переговоры желательно на диктофон записи когда вы сталкиваетесь с людьми из другого мира то есть с другой компанией у них свои интересы и вы должны во первых подобная аудиозапись она что очень хороша для самоконтроля что я неправильно сделал еще раз переслушать где я такое слово неправильно сказал где мне нужно было замолчать оттянуться то есть можно разобрать со своим наставником разговор где-то допустил ошибки такая запись хороша для чего для разбора ошибок очень хорошо второй момент очень важный момент связано с страховкой того что вы не говорили подобного рода вещей обещание их не давали это бред придуманный тем человеком они будут пытаться постоянно с вами решать эти задачи вам не надо клиентам потом эти аудиостенограммы директора своему именно директора и если вот очень то есть в фирме внутри фирмы бывают некие щепетельные разговоры которые вас втягивают например обсуждать руководство компании на кухне вас втягивают вы пьете чай вам уйти вроде как неудобно с кухней но вы там присутствовали да вам просто достаточно сбросить предохранитель гриптофона нажать кнопку и дальше пить чай стоит для чего чтобы когда вас потом вызовет служба безопасности скажет как же так на сцене сколько мы с вами работают олега викторовича грязью поливаете не за что же он нам плохого сделал вот все а то он скажет возмутительная ложь я никогда этого не делал в жизни а вот диктофонная запись этого разговора найдите хоть одну фразу здесь то что не пресекла разговор не желаю в нем участвовать вообще не желаю а слова вы не услышите мои мои речи здесь в разговоре вы не услышите я просто пил отчаяния а то что не доложил аппарату безопасности я так полагаю что аппарат безопасности и сам должен знать о подобного рода вещах это ваша служба она опасна и трудна никогда не видна и на первый и на девятый взгляд и непонятно чем вы занимаетесь вот то есть вот такой ответ будет правильный почему не донесла не хочу доносить причина я зафиксировал и задокументировал вы же со мной договаривались о том что я буду доносить нет не договаривались а разве я должна выполнять вещи в рамках недоговоренности конечно нет я же вам не шпион не агент ваш круг если бы вы мне сказали все подружка сегодняшнего дня ты будешь стучать на всех в этом офисе просто здесь слово стучать неприменимо в бизнесе в бизнесе как раз докладывать по причине того что это государственным структурам в бизнесе здесь вы извините за выражение от этого предприятия зависите вы деньги от него получаете если какая-то дрянь развалит это предприятие то вы денег лишитесь ваша семья ну и все остальные вместе взятые поэтому здесь на стороне кого-то кроме директора быть на предприятии вообще ну как бы нельзя понимаете поэтому вероятно где-то надо доложить руководству а где-то в зависимости от предприятия я не хочу по нацеленно советов давать на эту тему какие у вас отношения с аппаратом безопасности хорошие или плохие в зависимости от того опять же вопрос такой технический очень если хороший аппарат безопасности вы ему и так доложите если у вас нормальное отношение с аппаратом безопасности вы ему и так доложите а потом древние еще и микрофон назад дадите с собой что вас в дальнейшем убережет от чего от участия в таких разговорах а как диктофонная запись появилась в аппаратом безопасности это секрет для всех большую это умный руководитель аппарата безопасности огромный секрет когда он у меня появился по почте пришел вот это вот как раз сопровождение это как раз сопровождение с целью выяснения устройства двухнедельная вот такая некая система которая позволяет человека на человека посмотреть чтобы дальше приступить к управлению этим человеком можно давать испытательный срок месяц на человеку и ничему его не обучаю ничего ему не объясняю всегда возможность сказать вам что я не умею это делать по причине того что извините извините вы меня ничего не научили вы мне не дали ни возможности ни лекции сказали где-то лежите пошел вы сам то есть когда вам все разжевали и объяснили еще задницу поцеловали ко всему уже извините за выражение будьте любезны исполнять если вы не вовремя возлежали вас поймали за задницу вытащили из этого возлежали то пишите жалобу на себя в таком случае лежите вовремя лежите вовремя дальше управление соглашениями об изменениях то есть следующий момент менеджмента то есть люди с людьми это договоренность между человеком конкретно предприятием там менеджером начальника отдела генеральным зам генеральным в зависимости с кем кто договорились по взаимодействию по правилам взаимодействия то есть по мере того что существует регламент но всё это прошло ещё на стадии этих двух Rebel оргполитику то у нас начинается устная договоренность самая важная устная договоренность которую вы потом будете требовать соблюдать от этого как бы это человек то есть самая важная вот это устная договоренность между двумя времени. Самое важное. Если вы с человеком не договорились изначально, вам будет очень сложно им управлять. Причина. Он может оставаться в рамках регламента, при этом чудить. Он найдет его способ. Поэтому мы с ним четко договаривались, как вы будете действовать, в каких ситуациях, кто будет за что отвечать, кто будет. И все это в рамках безусловно оргполитики. Вы не можете договориться с человеком вне рамок оргполитики. То есть оргполитика должна быть завалена полностью. При вашей договоренности. Но при этом у вас есть свое соглашение между другом, которого вы будете придерживаться. Он установил его сильнее, чем все остальное. Потому что есть всегда человек, с которым он договаривается. И эти люди между собой должны четко строить те отношения, которые угодно. На предприятии. И никаких других отношений. Никто не может изменять. Об этом тоже надо договариваться. Никто не может изменять соглашение в одностороннем порядке, если ему так заблагословится. Понимаете? Никто. Вот здесь как раз применяется тот менеджер, о котором мы говорили. Справедливость. Наставничество. Уважение к старшим товарищам. Личный пример. Вот здесь применяется этот менеджмент. Это же является, что и саму менеджмент в обратном порядке. То есть человек должен руководствоваться критериями справедливости, критериями наставничества, уважать старших товарищей, использовать это как рычаг жизни своей, уважение к старшим товарищам. При этом стремится быть личным примером для других членов общества, фирмы. Поэтому стремится к этому. Понятно, да? Вот так управление происходит для менеджментов. Вот таким вот мы как? Вот с чем вам надо работать на предприятии? Помимо политики, помимо этого всего, вам нужно пройти с каждым центром предприятия вот эту задачу класса цикла. Управление, чтобы перейти к спокойному управлению изменений. То есть спокойно управлять этими людьми. То есть дойти до точки задачи класса управления. То есть спокойное управление изменениями. То есть вы договариваетесь с человеком об изменении в нем самом. Вот о чем бы разговаривать, что ему нужно в себе изменить для того, чтобы соответствовать и быть профпригодным на эту должность. И соответственно, от чего зависит его уровень дохода по жизни, в дальнейшем, в будущем. Не важно в какое предприятие он работает. Надо это объяснить. Потому что нема ни головы, ни долг нет. Не то, что просто так деньги платить не будет, вы же понимаете. Потому что нет ни головы, ни долг нет. И вы станете на руководящей должности и будете думать точно так же, как все руководители. Какой смысл платить деньги человеку, если он придурок? Ну, то есть если он не приносит никакой прибыли, вы его надо увольнять? Понимаете, да? Вот очень-очень. И вот тут как раз возникает то лицо, кто с ним договаривает. Понимаете, да? Возникает то лицо, кто с ним, и он ему начинает это говорить. А не директор предприятия. Он с ним договаривался с начальником отдела, что он будет вести себя вот так. Что он будет создавать такие результаты. Вот поэтому его и рекомендовал, и взял. Где выполнение ваших обязательств передо мной, а моих? Вот я свои исполнил обыдь. Вот как бы вопрос, как ставится, справедливость, критерий справедливости, гласердие по закону. И вот человек сразу же сначала обижается, злуется, говорит, так нельзя, вы не даете мне себя, ну, вас обмануть, я хочу вас обмануть, вы мешаете мне вас обманывать, да? А потом он понимает, зачем обманывать, когда можно открыто, ну, как бы спокойно жить, как бы я никого обманываю. То есть мы договорились, сделали, договорились, сделали, договорились, просто дисциплина. Просто дисциплина. То есть человек сразу дисциплинирован. И не надо ничего придумывать, выдумывать, там, вот так, вот так, вот так. Просто дисциплина и класс. Понятно? Просто дисциплина и класс. И никаких проблем нет с человеком. И это важно. И когда вы с ним договорились, вы смотрите, что? Шаг 4. Корректировка управления. То есть постановка изменений на сопровождение. То есть вы смотрите, как происходит выполнение тех договоренностей, которые возникли между двумя лицами. Как человек изменяет. А сколько он изменился? Насколько это все изменилось? Поняли, да, то есть ситуацию? Это уже смотря на каком уже договорились. Конечно, вы смотрели, как он изменяется. Вы же договорились с ним, что он будет изменяться. Вот вы смотрите, и постоянно его вызываете, как бы сажаете перед собой, говорит. Надо откорректировать вот это, откорректировать вот это. Это вчера была вот ситуация. То есть человека учат. Учат вести себя. Учат выбирать модели поведения. Учат, так сказать, исполнять задачи, которые ему ставят. Это все, всему учат. Объясняют вот это уважение к старшим товарищам. Старшие товарищи учат. Объясняют, что это ничему не приведет. Не трать время. Когда это не трать время, это путь в никуда. Вот такая работа. Управление в любви. И управляют обычно предприятием старшие товарищи, а не директор, генеральный директор. Они вот этими соглашениями управляют предприятием. Всем. Поэтому предприятие превращается в некую кольчугу. Кольчугу, которая как бы сама по себе работает методом синергетики, а не методом автоматизма. То есть самоорганизующая система возникает. Не надо никого пинать и что-то ему говорить и не делать. Старшие товарищи скажут. И не делают. Директору генеральному не надо гавкать на совещании постоянно на них. Ему достаточно собрать определенных лиц и сказать делать вот так. И все. Дальше все остальное произойдет само по себе. Они вызовут тех, с кем договаривались, и откорректируют их. Понимаете? То есть существует цепочка соглашений между людьми. Длинная по всему предприятию. Каждый с кем-то о чем-то договаривался. Вот и все. И то, что он регламен, то есть предприятием он договаривался об одном, а с конкретным лицом на предприятии он договаривался о дополнительном. Понимаете, да? И вот это дополнительно, но важнее, чем все остальное. Слово данное, своим старшим товарищам, оно незыблемо. И к этому приучают в первые дни. Сначала объясняют, что такое уважение к старшим товарищам. А потом учат этот навык использовать уважение к старшим товарищам. Ну, нельзя, наверное, назвать это навыком, потому что навык, это, по определению современной науки, это то, что доведено до автоматизма. Вот это доводить до автоматизма не надо. Надо понимать, что это делаешь. А то можно дров наломать. У меня были люди. Были люди, которые мне говорили, что уважение к старшим товарищам, это носить деньги старшим товарищам. Я говорю, да, ваш к старшим товарищам занимаемся в порядке. Им не надо носить деньги, мне нужна другое от вас. Радость от успеха. Ваша. Ваша, как говорится. Потому что мне видели результаты своих договоренностей, вот что я говорю, старшим товарищам. А вы что делаете? Бред вообще. Я, правда? То есть вот такая пара сил, то есть регламент во всех его проявлениях, да, то есть вот политика и регламент, которые являются частями его политики. И договоренность с конкретным лицом, вот эта вот система, она что, полностью управляет предприятием, полностью управляет предприятием. То есть и не надо ничего делать, есть конкретные договоренности. Вот. И тогда вы можете посредством этих людей управлять изменениями на предприятии штатов. Очень спокойно. То есть вы собрали тех, с кем все договаривались, да? Поставили им задачу, они пригласили тех, с кем они договаривались, посадили перед собой, объяснили, что руководство поставило вот такую задачу. Это потому-то, 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 это потому-то, потому-то, это потому-то, потому-то, это потому-то, потому-то, потому-то. Надо ее решить. Все. То есть договорились, пошла и рано. Ладно. Ни у кого не возникает желания продать коллективу или кому-то решение какое-то, чтобы они позахлопали в ладоши и обрадовались. Поним? не возникает ни у кого вот зачем я . вот так происходит управление линии мне понадобилось час десять для того чтобы вам объяснить вот так что я объяснил механизм я договорился с ней вы генеральный директор я вхожу в ваш круг я договорился с вами то есть я вызываю старших товарищей объясняем что нужно сделать они вызывают всех с ним договаривались и объясняют им что нужно сделать и почему это нужно сделать и обосновывают и вырабатывают стратегию политику как это сделать мне достаточно сказать старшим товарищем чтобы это вся компания знала через 15 понимала что им делать это называется управление изменения цель управления людьми это управление изменения прийти в такое состояние что компания управлялась что посредством старших товарищей а не генеральным директором старшие товарищи знают что им делать как бы потом директор занимается стратегическими проблемами компании оперативно-тактическими занимаются старшие товарищи вот все все больше ничего так управляет любая компания от завода до банка это правильный менеджер основанный на личном примере славянский магазин и он решает задачу это не американский который не решает задачу внутренних задач не лишь никогда не решал и не будет решать это кажется что на время как салпадеин снимает головной убор всего лишь на время вот самое главное что так сказать каждый сотрудник понимает как как член экипажа корабля на москов что от него в том числе зависит прибыль компании и благополучие всех компаний от него многое зависит ну вы сами на себе убедились насколько этот менеджмент что эффективен лично каждый на собственной шкуре то есть вы никогда не встречались подобного рода менеджментом ни в одной компании не в государственной структуре он может так цель не пахнет эффективен, правда? или не очень? давайте подбирать давайте, да, эффективен отлично как всегда, я считаю, из всех пяти самое для меня, я думаю что, что, что? второе что второе? как подбирать? вот это самое главное нет, второе именно постановка на сопровождение? да потому что без этого без этого тут неотъемлемая часть одного другого тут все пять пунктов важны очень сильно пять важны но если вот в этой постановке хоть один выбросить уже работать ничего не будет в цикле как бы, конечно, задача классная потому что самое главное это вот такой менеджмент мы много лет применяем на наших предприятиях и этот менеджмент уже живее всех живых живет хренову тучу времени из их заражения поэтому доказал он свою эффективность многократно и в армии и в армии и в государственной системе этот менеджмент настолько универсален что он можно применять что? где угодно хоть в авиаполку хоть в коммерческом банке не имеет значения вообще спосредством такого менеджмента нужно управлять кем угодно и когда угодно понимаете, да? хоть отделом налоговой хоть отделом налоговой хоть отделом то есть вот по сути своей смотрите как обычно в налоговую подбирают людей отдел кадров которых что? хотят и навязывают начальнику управления налогового аудита он будет у тебя работать да? начальник тогда начальник аудита говорит с меня не спрашивать результатов или я подбираю людей каждого в отдел или я за результаты не отвечаю в отдел начальник каждый месяц расписывается за план поэтому я просто говорю или я не или я не отвечаю за результат прямо на коллегии надо говорить не отвечаю или мне позволите самостоятельно подобрать и спрашивайте тогда по полной через месяц ну вопросов нет или я отказываюсь отвечать за результаты то есть результатов не будет сразу прямо здесь ваши люди не способны создавать результаты те кого мне дали они не будут переводить их в другие управления налоговые а мне дайте тех людей которые я хочу или позвольте мне их с улицы подобрать пригласить с улицы и взять на работу и то что ваше налоговое кадровое управление считает что эти люди должны работать налоговой пусть кадровое управление и проводят проект с только из-за того что я всю жизнь так и в армии управлял по этой схеме вот этой схеме и в этом всегда вы будете что иметь неоспоримое преимущество перед другими руководителями во первых вас ваш так сказать персонал любить почему ну не любят каких руководителях кто для них лично пример не является вот их не любят вот дуракам подчиняться никто не желает просто не хочет да правильно Александр Николаевна говорит хочет потому что у нее дураков на ее пути встречалось достаточно с ними интересно пока ты их шпилишь пошпилил пошпилил аморфное тело как бы толку он попадает в состояние я тупица этот дурак в этом положении как осла знаете который уперся сдвинуть с места больше не возможно хватает таки поэтому я всегда говорю очень важный момент применять правильный менеджмент на предприятии в том числе в охранном филе вот этот вот такой следующий менеджмент коммуникационных как бы систем следующий менеджмент что управление коммуникационными как бы системами осуществляется по тому же принципу который мы только что выяснили менеджмент композиционных систем выполняет ту же задачу класса цикла управления То есть, первый шаг на этом пути, сам первый шаг, который вы делаете на этом пути, это выбор объектов управления. Чем мы управляем? Вниманием клиента. Что объектом управления является? Рынком, внимание клиента, стадиями производства. Доли рынка. Наличие в свободных зонах. Тенденции рынка по силе работы. Чем мы управляем? С чем работаем? Что главное? Ну давайте выберем для охранного филиала. Все-таки охранная фирма, фирма что? Специфическая сама по себе. Поэтому здесь нужно сочетание тенденций и управления при помощи неких свободных зон. Рынком. То есть, в охранном бизнесе необходимо иметь что? Отсутствие сопротивления тенденциям. С одной стороны. Рынком. С другой стороны, иметь свободные зоны, то есть уникальность, которую никто не обладает. А это достигается за счет чего? За счет наличия у вас А. Технологий. Б. Людей. Которые эксплуатированы. За счет этих двух компонентов. То есть, ваши специалисты умеют это делать, и у вас есть технологии, которые эксплуатированы. Понимаете? То есть, вот. И это определяет что? Проекцию свободного зона. Мало того, вы можете управлять этим только тогда, когда вы способны что? Либо взять где-то эти технологии. Когда вам нужно. Под каждые тенденции. Под каждые повороты. Либо что? Самостоятельно сконструировать эти технологии. Только тогда это возможно. Поэтому что? Сейчас на всех предприятиях в мире существует такое понимание, как научные отделы. Все стараются иметь научное подразделение в своем, так сказать, предприятии. Потому что что? Невозможно достичь вот этого метода работы свободной зоны. Невозможно достичь. Никаким способом. Если у вас вы не располагаете достаточными штуками. Управленческими, технологическими, коммуникационными преимуществами. Перед другими. Поэтому вы смотрите на второй стадии. Сначала вы выбираете объекты упражнения. Берете что? Некие технологии. И ставя на сопровождение их применение. Смотрите. То есть модельный тестовый режим применения технологии. Устраиваете. И смотрите. Как на это реагирует рынок. Если рынок реагирует никак. Вероятно вы либо рано выставили технологию. Или что-то продуктный рынок. Либо уже поздно ее выставили. Поэтому вы ее оттягиваете куда? На склад. Выставляете другую. С учетом корректировки той информации разведки боем. Которую вы провели только что на рынке. То есть вы выставили технологию. И увидели, что клиенты хотят нечто что-то. Другое. Они просят другое. Отлично. Поворот. Оттянули на склад. Оттуда взяли новую. Дали то, что они хотят. Вы видели, как конструируется компания. Которую они хотят. Сейчас все на рынке. За полтора часа. При наличии аллигаритов. Тот фондоп, который сконструирован на сегодняшний день. Он как раз удовлетворяет требования всех тех людей. В той среде, которая всем надо. Сейчас. Это хороший бизнес. Она уже готова. Зарегистрирована. Смечать ее со всей хренью. Вот сейчас заканчиваются предварительные номера. В следующей неделе мы начинаем ее внедрять. Эксплуатировать. Все. Потом уже какие-то элементы мы начали сегодня эксплуатировать. Эту компанию. Не знаю. Мы сейчас переселим в отдельный что? Офис. Потому что они требуют банковских сейфов. И так далее. Деньги я уже заказал. Деньги я уже заказал. Сейчас деньги придут. Как бы мы это все купим. Закупим сейфы. И так далее. Поставим в отдельной комнате. Наймем охрану. Наймем охрану официально. В режиме пассивной безопасности. Активной обороны. И так далее. То есть двойку закрепим за предприятие. Все время будут получать зарплату в этом предприятии. Понятно? То есть как полагается. И они будут отвечать вдвоем за безопасность этого предприятия. Людей в предприятиях. То есть и всего. Надо будет больше ресурсов. Будем подтягивать с Академии, с охранных фирм. Большие ресурсы. Но эти будут как раз двое, которые будут отвечать. За эти решения. Дальше. То есть я за полтора часа сконструировал такое предприятие. Которое требует. Прилемных. Ясно? Второй момент. Когда мы переходим к управлению соглашениями об изменениях. Когда мы начинаем управлять рынком. Или управлять свободными зонами. Вам нужно что? Научиться следующему этапу, который называется что? Инициативный контакт. И, так сказать, проведение переговора и заключение с делом. То есть коммуникационные системы. Они предполагают две вещи. Два вида операций. Завоевывание доверия. С одной стороны. С другой стороны. Заключение сделок. Понятно, да? То есть вот. И вот здесь, как раз на стадии управления соглашениями об изменениях. Она, эта стадия, подразделяется. При управлении коммуникационными системами на две части. На завоевание доверия на рынке. И на управление на сделке. На заключение самих сделок. То есть. Как там завоевать доверие на рынке. То есть, что мы сначала продаем, потом завоевываем доверие. Я сначала доверие завоевываю, потом продаем. Но все время в паре. Не важно. С кем-то мы завоевываем доверие, а потом продаем. А с кем-то мы сначала продаем, а потом завоевываем доверие. С своим мастерством, то есть классами за счет класса. Понятно? То есть вот как это делается. Поэтому мы в охранной филиале выбрали такие условия, которые сегодня четко отражают вот эти все ресурсы. То есть обратите внимание на компанию вот эту Фантом. То есть мы создали подающее устройство для охранного бизнеса. То есть по сути своей о чем речь идет? Это главный заказчик охранных устройств. Своих и своих клиентов. Любых в разных номинациях. От сопровождения денег и заканчивая, так сказать, обеспечением личной безопасности. То есть мы как бы сработали методом подающего устройства, используя как рычаг периодическое лицо, которое не связано с охранным бизнесом. То есть мы создали компанию по Фантом, подающую устройство, которая требует постоянной охраны всех операций. Поэтому перевозки средств финансовых и так далее. То есть люди реально создали глобального заказчика, распорядителя кредитов, охранных устройств. И назвали его Фантом. То есть его операции на рынке требуют огромного количества личной охраны, огромного количества объектовой охраны, транспорта сопровождающих лиц, ну и так далее. Это будет огромного количества, потому что территориально он работает, вся Украина. И это требует командировок постоянных, постоянных решений каких-то задач. Обеспечение курьерской доставки, обеспечение сохранности информации в этих сейфах и так далее. Гарантированное представительство и прочее. И недопустимость вторжения на территорию подобного предприятия. Криминальных элементов, сект и так далее. Это он подумал, которое могло бы повредить. То есть такое предприятие, а он через какое-то промежуток времени становится объектом, что страшного посягать, потому что в сейфах лежит, например, куча информации, которая могла бы помочь многим людям как-то улучшить свою жизнь.